Здравствуйте! Мы продолжаем говорить о спорте и о физическом здоровье севастопольцев, больших и маленьких. Сегодня в гостях нашей студии директор спортивной школы Олимпийского резерва номер один Олег Николаевич Вечерко. Олег Николаевич, здравствуйте! Добрый день, добрый день зрителям! Олег Николаевич, расскажите нам пару слов о спортивной школе, которую Вы возглавляете. Это государственное бюджетное учреждение дополнительного образования, спортивная школа Олимпийского резерва номер один. Мы с 2023 года являемся школой дополнительного образования. Немножко поменялся статус, но спортивность от этого не уменьшилась. В нашей школе сейчас развиваются шесть видов спорта. Когда я пришел в школу в 2016 году, это было три вида спорта. Парусное, плавание и водное поло. Спасибо нашему правительству. Правительству, я имею в виду город Севастополь, но, конечно, федеральному. Нам построили великолепный дворец водных видов спорта, двухсотлетие. С его вводом в эксплуатацию у нас дополнительно еще появились два вида. Это синхронное плавание и прыжки в воду с вышки. Также у нас в прошлом году появился новый для нас вид. Это гребля. Гребля – это как общее название, а она делится на дисциплины. Есть приврежная гребля, а есть гребля на специальных тренажерах. Она называется индор. Тренажер – это такой сложный достаточно аппарат. В нем есть электроника. То есть, занимающиеся или соревнующиеся занимают свои места на тренажере. И по команде судей они начинают грести. Это визуализируется выводом на экран лодочек и видно, как кто гребет. То есть, кто-то темп выше, гребок сильнее. Соответственно, эта лодочка лидирует. На этих тренажерах проводятся международные соревнования. Даже международные. И можно выполнять вплоть до мастера спорта Российской Федерации. Олег Николаевич, направлений у Вас много. Расскажите о том, где Вы тренируетесь. То есть, это же не одно место, насколько я понимаю? Да. У нас есть точки роста. Появился новый комплекс в Инкермане. 25-метровый плавательный бассейн. Он тоже вызвал ажиотаж у жителей Инкермана и близлежащих населенных пунктов. Там и с Верхнесадового приезжают, и сахарной головки, и с северной стороны. То есть, сейчас для Инкермана это стало, ну, таким глотком свежего воздуха. Вот там мы развиваем отделение плавания. Плюс есть отдельная чаша для обучения детей плаванию. Два новых тренера у нас появились там. Очень родителям нравится. Дети в восторге. Ну, там кроме плавания еще много и тренажерных залов, и залов для гимнастики. Там и борцы занимаются. В общем, отличный комплекс. Просто он такой... То есть, если у меня школа... Точнее, бассейн, который на околе Чука 7, это 2000 квадратных метров, то в Инкермане это 4000 квадратных метров, гораздо больше. Хотя там три дорожки плавательных. У нас здесь шесть. Но там много помещений, где можно еще заниматься другими видами спорта. Что касается двухсотлетия, я уже называл. Значит, там два отделения появились. Это синхронного плавания и прыжки в воду. Значит, прыжками в воду у нас занимаются Игьевская Наталья Леонидовна и Митрюшина Ениса Анастасия. А синхронное плавание тренирует тренер-преподаватель Монтулинка Алина. Ей помогает Лайкова Виктория. Тоже, вот, казалось бы, для города позабытый вид спорта. У нас, когда еще был старый двухсотлетие, Большая Чаша, у нас были синхронисты. И они были тоже на бюджетной основе тренировались. Но вот тренеры и горожане все же сохранили этот вид спорта. И он сейчас приобрел статус основного вида спорта для нашей школы. У нас, получается, вообще школа – это водных видов спорта. Ну, по сути, да. Практически, да. Мы не занимаемся ни греблей, ни борьбой. Вот, значит, вот два бассейна, которые Юнкерман двухсотлетия. Наш бассейн – это плавание водной пола, прыжки в воду и синхронное плавание. Значит, парусный спорт у нас две точки роста. Это их клуб «Казачья бухта». Это общественная организация, которая построила на территории западного берега Казачьей бухты их клуб. И там размещены наши парусники. Ну, дети, там лодки размещаются. Там есть помещения для переодевания. Есть места для хранения оборудования. И в этом же клубе у нас развивается вот грибной вид спорта. Грибной. Мы приобрели три международного класса, международного уровня лодки. Это двойка и две одиночки, на которых можно выступать на соревнованиях вплоть до чемпионата России. Ну, в силу того, что пока у нас этот вид молодой, и ребята, какая еще начальная подготовка. То есть, ну... Ну, понятно, еще не доросли до этого уровня. Да, 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 и спасибо их клубу. Они тоже приобрели восемь лодок. Это две четверки и шесть для одиночной гребли лодки. Сейчас там целая эскадра, получается, ходят по воде. Там жители в восторге. Потому что, ну, просто там были давно уже, больше 20 лет. А вот грибной спорт начал развиваться в этой казачьей бухте. Вот. И вторая точка роста – это водно-спортивная база «Юг». Значит, она возглавляется директором «Плотка» Владимир Георгиевич. Спасибо тоже приютил. Ну, как бы для города, для нас это не совсем удобно. Мы, ну, то есть, люди, дети находят, тренеры находятся в разных точках. Нам бы хотелось, конечно, свой их клуб. Да, вот в 2016 году на той же территории, рядом с их клубом «Казачья Бухта», где мы сейчас находимся, нам город выделил 1,2 гектара земли для строительства их клуба. Вот. По моим сведениям, сейчас деньги выделены на допроектирование, потому что уже были проведены там изыскательские работы и был изготовлен или произведен проект наземной части их клуба. Ну, вот в силу новых требований и законодательств надо еще провести дополнительное проектирование. Я надеюсь, что вот с помощью, как говорится, нашего государства у нас появится в городе первый городской клуб водных видов спорта, где будут все, все собраны. Вот тогда, как бы, это и удобнее, и катеров надо меньше. То есть, может, там, допустим, один тренер-поподаватель на катере уже страховать и свою группу, и, соответственно, другую. Все тренеры имеют плавсредства для обеспечения безопасности на воде. Тоже спасибо городу и федеральному бюджету в лице Минспорта, потому что все это время нам для развития парусного спорта выделялись субсидии. Ну, они в первую очередь для базовых видов спорта, а вот эти виды спорта, парус особенно, он такой емкий по финансированию. И, ну, за эти годы приобретено достаточное количество яхт, и сейчас дети показывают, я бы сказал, очень хорошие результаты. Мы вот в этом году, значит, четыре мастера спорта подготовили, ну, им присвоено, точнее, ну, это было в прошлом году, они там на оперенстве завоевали золотые призовые места, и вот по итогам выступления им присвоено высокое звание мастера спорта, которое, это звание, это не разряд, то есть он на всю жизнь уже за человеком. Вот. И бассейн, ну, вот, на Клинчуке, как говорится, там это наш офис, где находится и хозяйственная часть, там находится бухгалтерия. Вот, административный корпус и, собственно, глава. Олег Николаевич, ну, вот вы уже сказали о достижениях ваших ребят, ну, это невозможно было бы сделать без тренеров. Вот вы упомянули уже тренеров-синхронистов. Расскажите еще немного о тренерско-преподавательском составе, кто они, вот, как взаимодействуют с детьми. Ну, я скажу, что тренерами я доволен, так вот, это одним словом. В первую очередь, конечно, это два отделения, это парусный спорт и водное поло. Вот в прошлом году наши ватерполисты стали, выиграли первенство России по юношам, да, до 16 лет. Это, ну, такого не было еще. Я водное поло сам в детстве занимался, ну, максимально, что город Севастополь, это был рассвет, ну, так получилось. И я играл, мы стали призерами тогда у СССР, второе место заняли, и вышли на первенство СССР. Но там мы уже, конечно, не смогли составить конкуренции, потому что водное поло, вот, в 80-е, это было очень, очень сильно развитый вид спорта. Практически во всех республиках, во всех центральных городах были команды, и очень большая конкуренция была. Ну, а вот сейчас, даже при наличии только тогда одного бассейна, вот в этом 25-метровом бассейне, хотя поле ватерпольное 30 на 20, то есть получается, что он был маленьким, и вот приезжая на соревнования, конечно, у детей сразу такая дезориентация происходит, потому что они привыкли плавать в одном пространстве, а там совершенно другое, по-другому чувствуется вода, и плыть надо дольше, больше, и поэтому сложно ему тодеть. В парусном спорте вот сейчас у меня появился новый тренер, Колсун Максим, это в недалеком прошлом наш ученик, он гонялся дисциплиной парусная доска, мастер спорта, хороший показал результаты, и вот они вдвоем с тренером, с Татьяной Сливченко, подготовили пляд вот этих вот мастеров спорта, то есть они, ну, там, практически выиграют все соревнования, которые проводятся, ну, или выиграют, или становятся призерами. Ну, вот ребята там, Нестеренко Дмитрий, Ковалева Екатерина, Смирнов Андрей, Шушукова София, вот, хотел бы на ней остановиться, ну, потому что многие удивляются, как вот, она, у нее рост где-то метр пятьдесят пять, наверное, вот так, ну, небольшая, и такая легкая, и она держит в руках, ну, это МХ, это немножко не то, она держит в руках парус, и вот управляет, с помощью паруса она и идет, и против ветра, и по ветру, делает повороты, там есть своя технология, то есть, ей просто нужно научиться, ее должны, ну, или ее научили, и вот она показывает прекрасный результат, в этом году она стала серебряной призеркой первенства России, есть еще экипаж, экипаж, ну, класс яхт 420, Каченко, Валерия Артюшенко, София, они в этом году стали бронзовым призером чемпионата России, это чемпионат, это где уже взрослые гоняются, а это ребята, они, ну, как бы такие еще, не, не, да, вы нам рассказали уже, и про тренеров замечательных, и про достижения, ребята, расскажите теперь, как к вам попасть, что нужно для этого, и кого принимаете? Попасть достаточно просто, у нас есть сайт, легко набрать 4 буквы, поставить единичку, шор, один, сразу вылетает сайт, где есть вся информация для родителей, или просто для наших горожан, которые могут заниматься там здоровительным плаванием, ну, а родителям предоставлена информация по правилам набора детей в нашу спортивную школу. Все дети проходят специальные испытания для того, чтобы попасть на бюджет, эти испытания, они прописаны в федеральных стандартах спортивной подготовки по всем видам спорта. Ну, вот, в частности, на этом сайте есть стандарты по всем шести видам спорта, которыми мы сейчас занимаемся. Прочитав их, подготовившись, дети могут быть зачислены. обычно мы в плавании, особенно, потому что плавание один из таких любимых видов спорта, и он действительно развивает гармонично ребенка. то есть, ребенок находится, можно сказать, в невесомости, он в воде, нет нагрузок ни на позвоночник, ни на опорно-двигательную систему, но в то же время мышцы работают, и дыхание, кровеносное сосуды, сердечно-сосудистые, все это благостно очень влияет на детей. Поэтому, пожалуйста, там все прописано, написано. Есть телефоны, да, для контактов, звоните, с удовольствием с вами пообщаемся. Ну, получается, нужно сдать нормативы? Да. А когда начинается приемная кампания? Ну, мы у нас такая временная лестница. Сейчас бассейн находится на профилактике, мы ориентировочно должны будем тестово открыться 15 августа, вот, и вот где-то с 20 августа мы принимаем заявление от родителей детей на зачисление в группы по плаванию водного пола, ну, в общем-то, по всем видам спорта. Наш год начинается, как говорится, учебный, с 1 января, то есть к ноябрю дети должны быть как-то подготовлены, ну, не как-то соответствуют требования. Да, они проходят испытания, и мы таким образом комплектуем группы тренеров для занятий этих видов спорта с Нового года, с 1 января, но с начала занятий, не 1 сентября, а с 1 января. Спасибо вам большое, что подробно рассказали о спортивной школе Олимпийского резерва номер 1. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был директор спортивной школы номер 1 Олег Николаевич Вечирко. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok